Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор рязанских событий. То, о чем говорят в городе и то, что видят и слышат, дорогие сограждане. Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Цветет и пахнет, рязанцы обеспокоены тем, что мусоросборники во дворах превратились в настоящие свалки. Фирма, отвечающая за вывоз мусора, явно не справляется со своими обязанностями. Началось. Сегодня прошло предварительное судебное заседание по делу бывших высокопоставленных руководителей регионального ГИБДД. О чем шумим? Жители Подвязи устроили целый народный сход, отстаивая детскую площадку. А теперь подробнее об этом и не только. Жуткую картину увидел некий рязанский автолюбитель, проезжая вчера вечером по улице Чернышевского. Это в районе гор Рощи. На берегу здешнего то ли прудика, то ли болотца он углядел бездыханное тело. Приехавшие полицейские установили, лежит неживой мужчина и лежит давно. Тело уже успели погрызть и даже объесть бродячей собаки. Вечером 25 марта около водоема, который расположен по улице Чернышевского в городе Рязани, было обнаружено частично скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего не установлена. Возраст на вид примерно от 20 до 30 лет. Ориентировочная давность наступления смерти несколько месяцев. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Сегодня у корреспондентов нашей программы вообще денек выдался не самый приятный в плане объектов съемок. С утра народная молва позвала в дорогу Глеба Галушкина. Пожаловались жители Конищева на совершенно непристойную помойку, которая образовалась вокруг обычных мусорных бочков. Люди рассказали, что мусор не вывозят уже едва ли не две недели. И не видно в этом помойном деле никакого просвета. И даже виновник такой вот роскоши в кавычках определился. Теперь обо всем по порядку. Подобную неприятную картину переполненных мусорных контейнеров жители домов на улице Интернациональной, что в микрорайоне Конищева, наблюдают уже почти неделю. Вот, например, помойки возле пятиэтажек по адресу Интернациональная 2 и 2 Корпус 1. Здесь баки заполнены под завязку, а людям приходится бросать пакеты с мусором прямо на землю. Местные жители говорят, что днем собаки растаскивают мусор по всему двору. Не легче ситуации на контейнерной площадке возле жилого дома по Интернациональной 8, дробь 29. Куча мусора здесь даже еще больше, чем в соседних дворах. Дворник рассказывает, что мусорщики не приезжали еще с конца прошлой недели. Три недели будут, в пятницу, как они вывозят. Один раз приехали, не наши машины, которые всегда берут у нас, сказали, что они сломаны. Вот забрали они 14 бачков. Все, больше никто не приезжает и ничего не делает. Вот уже запах, чувствуете запах какой-то. И мы сами не знаем, нам говорят, что они сломались, сломались, сломались и все. Директор местной управляющей компании Юрий Петухов говорит, что они заключили договор с подрядной организацией «Экосервис». Однако, по словам директора, в последнее время участились случаи невывоза мусора работниками «Экосервиса». Договор заключен с «Экосервисом». Сейчас данная компания начинает с субботы, ограничивает вывоз мусора, потому что в связи с отсутствием автомобилей, спецавтомобилей по вывозу мусора. Ситуация, говорят, что временная, но на всякий случай сегодня мы попробуем привлечь дирекцию по благоустройству города для того, чтобы вывезти весь этот мусор. После этого мы обещали вывезти все в воскресенье, в понедельник, но вчера понедельник прошел, ситуация стала только хуже. Кстати, на организацию «Экосервис» уже жаловались горожане. Около месяца назад жители Кольнова обращались во многие инстанции с просьбой очистить их дворовые мусорные контейнеры. Через некоторое время жалобы все же подействовали, и мусор стал убираться по графику. Кстати, тогда работники «Экосервиса» ссылались на нехватку именно спецтехники. Сколько ждать уборочных машин жителям Конищева, неизвестно. Пока же местные коммунальщики собираются просить помощи у городского управления по благоустройству. Также сегодня бдительные горожане сообщили, аккурат за красивым и современным зданием торгового центра «Барс Премиум», что на Московском, раскинулась стихийная свалка. Везут туда мусор неизвестные машины и грузовые легковые, везут и днем, и ночью. А когда подходят граждане к водителям, те отсылают их к прорабу. А прораб отсылает всех туда, что и сказать в обществе невозможно. На самостейную свалку выезжала сегодня Оксана Тебенихина. Эта свалка является лишь макушкой мусорного айсберга, который свозился на Михайловское шоссе со всего района годами. Ботовые и строительные отходы сваливают в кучу и время от времени засыпают слоем грунта, размазывая ее практически до поймы речки Павловки. Это безответственное отношение, это бочва, это вода, это люди, это наша жизнь практически. Несмотря на заявления городских властей и губернатора, в частности, о наведении порядка, чистоты с наступлением весны, происходит это не всегда логично. Разъяснительные беседы жителей района с нарушителями результатов не приносят. А соответствующие службы никак не хотят прислать на место мусорных событий комиссию, которая смогла бы исправить ситуацию и проследить за тем, чтобы самоорганизованная свалка также самоустранилась. Сегодня состоялось предварительное судебное заседание по делу бывших высокопоставленных руководителей ГИБДД. Напомним, в Советский суд Рязани поступило уголовное дело в отношении экс-начальника регионального ведомства Александра Алфосова, сотоварищи. Букет обвинений троиц выдан самый яркий. Тут вам и взятки, и незаконный оборот тех средств и мошенничества. Для установления всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых следователям пришлось допросить более 500 свидетелей, провести 17 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Объем уголовного дела составил 81 том. Обвиняемые до конца следствия вину в инкриминируемых им деяниях не признали. Общая сумма взяток, которая вменяется дорожным полицейским в больших погонах, составляет 2,5 миллиона рублей. Конечно, немного, но по всей видимости это то, что удалось доказать. В ходе судебного заседания был рассмотрен вопрос о продлении обвиняемым срок содержания под стражей. Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к выводу о необходимости продления срок содержания под стражей Алфосову, Вышинскому и Тесленко на 6 месяцев, то есть до 11 сентября 2014 года. К другим событиям. Сегодня Рязанская областная дума провела очередное общее заседание с отчетом наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. На очередном заседании Рязанской областной думы одним из основных вопросов повестки дня стало принятие решения об укрупнении трех малочисленных сельских поселений в Рыбновском районе. Как уверяют разработчики, в результате слияния нескольких муниципальных образований интересы их жителей не пострадают. По словам депутата Михаила Кривцова, теперь увеличится эффективность работы местных органов власти. К тому же областной бюджет сэкономит более 2,5 миллионов рублей за счет оптимизации, то есть сокращения сельских чиновников. Сельское население никто не пострадает, поскольку в этих округах будут оставлены специалисты и люди могут получить необходимую помощь, которую они получали и ранее. Проект пилотный, он наверное будет и дальше, потому что у нас очень много сельских поселений, но в принципе держать структуру на 300-200 человек населения просто нецелесообразно. Также депутаты приняли закон об обеспечении социально незащищенных слоев населения возможностью получения бесплатной юридической помощи. Теперь в каждом районе области должен быть создан небольшой центр, где специалисты-юристы смогут помочь жителям. Впрочем, кроме проведения заседания и текущей законодательной работы депутатам было чем заняться. Вчера вечером жители подвязи устроили сход, требуя от местного начальства прояснить судьбу детской площадки, которую якобы вознамерились снести ретивые застройщики. Дело было шумное, однако есть все основания полагать, что волнение народа было напрасным. Жители подвязи забили тревогу, когда до них дошла информация о том, что земля, на которой расположена единственная в районе детская площадка, выставляется на торги. Предполагается, что на ее месте в скором времени вырастет новенький торговый комплекс. Для разъяснения ситуации жители села решили провести сход. Как удалось выяснить по его итогам, детской площадки подвязи не лишится в любом случае. На сегодняшний день есть предложение о переносе ее в другое место с выполнением соответствующих благоустроительных работ. В любом случае, областные, районные и сельские власти пообещали учесть мнение местных жителей и принимать решения на его основе. Вчера в России отмечался День работников культуры. Дождались своего профессионального праздника деятели искусства и библиотекари, работники музеев и клубов, литераторы, артисты. Другими словами, все те, кого так любят чествовать по праздничкам и забывают в будни. Поздравил молодой культурный актив страны президент России Владимир Путин. Вручил премии за произведения для детей и юношества. А также напомнил, что 14-й год объявлен в стране годом культуры. Мы обязаны на деле отстаивать приоритет культуры во всех сферах развития общества, заявил президент. Сегодня поздравляли работников культуры и в Рязани. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников культуры, прошло в областном театре драмы, где собрались сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты дамов культуры, клубов, участники коллективов художественной самодеятельности. День работников культуры ежегодно отмечается 25 марта. Это дань глубокого уважения к работникам культуры и искусства, сослуженная оценка вклада замечательных людей в сохранение и приумножение духовного богатства нашей страны. С профессиональным праздником собравшихся поздравил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Мы всех работников культуры города Рязани, Рязанского, все сердце поздравляем с прекрасным праздником, праздником, который вы почитаете у нас в городе, в регионе. И желаем здоровья, крепкого процветания, радости, исполнения желаний, и чтобы все хорошо было в жизни их и их близких. На торжественном мероприятии лучшие работники культуры были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Также приятным подарком всем собравшимся стал спектакль «Машенька», основанный на сюжете одноименного романа Владимира Набокова. Сегодня, сразу после нашей программы, в студии проекта «Подробности» мы ждем исполняющего обязанности областного министра культуры Виталия Попова. Так что главный разговор о развитии культуры в регионе впереди. Ну и раз пошла речь о культуре, то уже и о спорте забывать не следует. Тем более, что рязанским атлетам всегда есть что сказать. Недавно на престижном турнире вновь заявили о себе на всю Россию-матушку наши каратисты. Рязанские бойцы из региональной федерации стилевого карате вернулись с четвертых открытых всероссийских игр карате с богатым медальным уловом. Юные спортсмены на татаме Зеленоградского дворца единоборств смогли в упорной борьбе завоевать семь медалей. А первую медаль завоевала Михаилова Юга. Это было первое золото в нашей команде. Естественно, самое долгожданное. Дальше выступали по очереди все возраста. В итоге мы привезли семь медалей. Я скажу, что даже те спортсмены, которые проиграли, они достойно выступили, потому что было огромное количество участников. И детей было очень много разных возрастов. И в этот раз даже девочек было много. На четвертые всероссийские игры карате съехалось более тысячи спортсменов со всех уголков страны. Каратисты соревновались в като, кумите, там и сивари. То есть выполняли формальные комплексы, вели свободные поединки и соревновались в разбивании твердых предметов. Турнир проходил по версиям сразу пяти международных федераций. Рязанские спортсмены смогли добиться успеха как в выполнении комплекса в като, так и в открытом бою. Последние какие-то были соревнования, какие, какое место там заняла? Я заняла первое и третье место. Соревнования были в Зеленограде. Первое место заняла по като или по кубите? По като. Скажи, какой като выполняла? Я готовился к этим соревнованиям с того момента, как узнал о их проведении, это порядка где-то месяца. Сейчас я готовлюсь к следующим соревнованиям, которое проводят в Люберцах. В Зеленограде проходили соревнования международного масштаба. Я очень рад, что занял там третье место. Также я участвовал в комплексе формальных упражнений кота. Ну, там мне не так повезло, соперник попался достаточно сильно, и я не смог пройти в финал. Я участвовала в российских соревнованиях на прошлых выходных, откуда привезла золото и две бронзы. Это достаточно крупный масштабный турнир. У меня было достаточно много человек в моей категории. Я считаю, что было соперничество достойным. И считаю, что борьба достаточно сложная. Как говорят тренеры из Рязанской Федерации стилевого карате, команда постоянно обновляется. Практически на каждое соревнование выезжают молодые спортсмены. Каждый раз стараемся ввозить новых детей, которые начали заниматься только в этом году. Либо несколько месяцев занимаются, потому что тренеру. Они также показывают такие результаты, которые достойны выступлений на данном генерии. Сейчас рязанские каратисты усиленно готовятся к предстоящему большому международному турниру в Люберцах. В том, что завоюют награды, бойцы не сомневаются. Рязанская силушка и японская техника боя всегда давали хорошие результаты. Итак, да здравствует единство двух начал физического и духовного. Будем внимательны к вопросам культуры, стремиться к высокому. Но и не забывать о развитии физическом. Это важно. На сегодня все. Увидимся вновь, как обычно, в эфире телекомпании «Город». Хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин